Ночью драка, утром битые стулья. Рядом с крыльцом трактиров торцы 85-го дома на Университетской сплошные расходы на сервис для горячего нрава буйных посетителей. Здесь рады налить 24 часа в сутки. Заведение держит марку. Правила очень строгие. Со своим алкоголем – ни-ни. А контингент в основном – люди не публичные. Вот только жители окрестных домов уже лезут на стены от проспиртованного соседства. Пьют, ругаются, сквернословят, гадят. Вот так вот, да. Ночью спать не дают. Окна выходят сюда, во двор. Это тихий ужас. Там уже, знаете, что и телевидение было, и все было. И что? Бьют? Как видите. Бар 24 часа. Это сеть китейных заведений. Поэтому в хмельном полумраке хорошо знают, как и с кем разговаривать. Жалуются, что дебоширят посетители во дворах. Бесками ударишь, без объяснений. Все вопросы к руководителю в письменной фирме. Кега стоит все в том же доме, на университетской. Тут напитки полегче. Пиво. Пара с самого утра не уверенно стоит на ногах. Но истину в вопросе, пить или не пить, знает твердо. Ребята, я сеной. Так не пробьете вообще никогда. Пробить ситуацию сейчас пытаются в надзорном ведомстве. Областная прокуратура инициировала разработку закона введения на территории субъекта запрет на продажу пива и напитков на его основе в объектах, расположенных в жилых домах. Документ уже направлен в местное министерство экономики. Речь именно о пиве на разлив в магазинах, но не в заведениях общественного питания. Появление большого количества торговых точек в многоквартирных домах по продаже в розлив соответствующих алкогольных напитков повлекло большое количество обращений граждан о нарушении тишины, покоя, возникновении соответствующих конфликтных ситуаций, преступлений и правонарушениях. Поэтому в первую очередь причиной направления соответствующих предложений о необходимости законодательного регулирования в Министерстве экономики с нашей стороны было, естественно, профилактика преступлений и правонарушений. Такое ограничение может способствовать снижению объемов потребления алкоголя, в частности, пива и напитков на его основе, за счет того, что в шаговой доступности жилых домов, соответственно, приобрести его будет затруднительно. Что касается более крепких спиртных напитков, в частности, это вино, водка, продаваемые в розлив, то, как вы знаете, в розлив она продается только, соответственно, в организациях общественного питания, регулирование деятельности которых не относится к компетенции регионального законодательства. Мини-кунсткамера Натальи Корольковой из двух баночек. В одной склянке легкая курильщика, в другой – часть мозга пьющего человека. Лидер местного общества трезвости и член общественной палаты региона с инициативой надзорного ведомства уже знакома. Но она ждет, когда решение примет Государственная дума, где сейчас рассматривается право регионов на регулировку продажи алкоголя в заведениях общепита. Просто запрет на продажу пенного напитка в домах – это капля в пивной бочке. Это даже не полумера. Это вот то, что можно сделать в настоящий момент в соответствии с тем законодательством, которое мы имеем. Более того, этот проект закона практически списан с проекта закона, но другого региона. И этот другой регион уже принял этот проект. Уже прошел Верховный суд, в который обратились представители бизнеса, защищая свое право торговать. Чем не попадя, когда не попадя и в чем не попадя. И регион выиграл этот суд. Район Третьей дачной. Дома максимально отдаленные от проспекта 50-летия Октября. Вот один из пивных баров, где продают напиток на разлив с возможностью употребить на месте. Общепит одним словом. Старшие по пиву не видят причин для карательных мер. В принципе, у нас тихо. У нас шум нет. Мы людям же сам не решаем. Так у нас хорошие. В первую очередь это обусловлено ассортиментом и политикой заведения. Цена на пиво отсекает сомнительный контингент. Через два дома выше продуктовый магазин. Но здесь вам тоже нальют пенного. Если вспомнить фильм с легким паром или Иронией судьбы, то там отличительной особенностью новостроек показаны одинаковые формы и одинаковый мебель в квартирах. Вот отличительная особенность современных новостроек – это одинаковые пивные бары. А это красавец солнечный. Здесь настоящее пивное Эльдорадо. Если присмотреться к окнам домов, становится ясно. Заселены не все квартиры. Но раньше всех в доме появляется сервис по продаже пива. В некоторых многоквартирных домах селится сразу по три пункта продажи. Конкуренция налицо. Приходится идти на ухищрение для привлечения внимания поклонников пива. Вопрос в одном. Часть точек находится в пристройке, а не в самом жилище. Что будет с ними? Запрет розничной продажи алкогольной продукции, пиво, пиво, напитку, сидр, пуаре, водоухе. В торговых объектах, расположенных в нежилых, встроенных и пристроенных, востроенных пристроенных помещениях, на квартирах, жилых домах, в розлих. Конкретизирует положением из проекта закона министра экономического развития области Юлия Швакова. Она учитывает, что для владельцев подобных помещений пиво – не напиток, а бизнес. Мы сейчас дорабатываем этот проект закона, вывесим его на ОРВ. ОРВ будем проводить по полной программе, скажем так, по всему циклу, чтобы получить все исчерпывающие мнения и бизнес-сообщества, и общественных организаций, всех. Это займет где-то порядка 30 дней. Потом мы, соответственно, с учетом этих замечаний и предложений, этот законопроект согласуем в правительстве, ну и внесем, соответственно, в Саратовскую областную думу. Тем не менее, борцы с алкоголем предсказывают работу закона на практике. Владельцы пивных точек выстроятся в очередь на получение лицензии с правом считаться общепитом. А там любой закон захлебнется. Вы же сами знаете, что, как они продают, они действительно разливать не будут, но крышку они открыли, и уже вроде как это, в общепит пошло, да? Вот, и выходит с этим, ну он вышел, я что могу? Я ему сказала здесь пить, он стакан дал, если дал, да? А он вышел, я его что, держать буду? Ну, это обычные отговорки, которые мы там слышим всегда при рейдах, разговоры их, и это все останется. Поэтому на ситуацию повлияет лишь право регионов контролировать продажу спиртного не только по времени суток, но и в заведениях общественного выпивания.